Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Ну что ж, давайте посмотрим. Три атаки на меня было от одного и того же игрока и везде проигрыш. Видимо это была подстава. Так, войны мои, где войны? 51 уровень, это хорошо. Ребят, давайте я включу звук, а то я его вырубил. Вот так-то оно будет лучше. Манна. Дорогие игроки, обращаем ваше внимание на новый баланс боевых предметов и расчет мощи. Для примера, маги в магической броне теперь в разы эффективнее мага в тяжелой броне. Также более редкие предметы теперь значительно сильнее обычных. Если ваша мощь стала меньше, это не значит, что вы стали слабее, просто она рассчитывается теперь иначе. Настоятельно рекомендуем вам сравнить боевые предметы и переодеть ваших воинов. Более подробно о всех нововведениях, обновлениях вы можете получить в новостях. Желаем вам удачи. Ну что же, ребята, я все прекрасно понял. А вот, кстати, и этот человечек, Фести-Пести, да? Ну, как видите, это была подстава. Он отправлял на меня своего одного игрока, видимо, сливал мощь. Точнее, рейд. Спасибо, ребята, вам за подарки огромнейшие. И я вам тоже могу отправить. С этого и начнем. Ну, давай. Алекс Иш. Надеюсь, сейчас все прокатит. Обычно с первого раза никогда не получается отправить. Денис Сидоров. Лови. Максим Тимофеев. Лови. Следующий у нас кто? Виталий Гудак. Лови, браток. Сергей Мих. Михайловский, наверное. Ну, не важно. Главное, что он получил. Петр Бельков. Лови. Отлично играй. Дальше, парень. Хеки. Странное название, но, тем не менее, подарок получил. Паша Скрыта. Малорик Пашка. Ставродос. Лови, родной. Юрий Порецков. Тоже молодец. Лови, подарок. Резван. Резван, ты меня уже зачастил почему-то в лидерах, считай, по подаркам. Так, ну что, собираем всю эту ерунду. И что у нас здесь? 52 уровень. Вот это уже хорошо, ребята. Мои войны растут, а значит, скоро будет замена. Дровишки. Казначей 10 уровня получил. Тоже неплохо. Алхимик 8 и 5. Слабовато, но, тем не менее, это у меня резервы. Давайте, ребята, будем вскрывать подарки и смотреть, что из них нам выпадет. О, вот это хорошо, в принципе. 55-я броня магическая, фиол. Но она уже теряет свою актуальность после того, как сделали обновление. Так, пошли как обычно у нас ресурсы. И я думаю, так будет сейчас до последнего, да? Да, скорее всего, так все и выйдет. Ну, ресурсы. Черт подери. Но все же ресурсы это хорошо, потому что нам надо будет развиваться в двойном темпе, чтобы успеть до глобального обновления, где будет все очень жестко, ребята. Очень жестко. Это я вам точно говорю. Хорошо, конечно, что у нас появился чат. Когда будут кланы, мы можем там общаться. Ну что же, мне кажется, мне надо переодеть как-то своих братков. Давайте будем смотреть. Редкая броня. Ну что же, ладно. Нам сейчас нужно ставить такую бронь, которая имеет очень много статов. Это первый залог успеха. Я надеюсь в этом. И чего же я могу тебе, братишка Ивр, поставить, а? Даже и не знаю. Так, ножички, кстати, вот эти, ребята, надо будет мне куда-то влепить. На воина, скорее всего, я их поставлю. Потому что они редкие. Ага, вот и эпическое оружие. Кстати, да, посмотрите, сколько он наносит урона. Хм, плюс он хил. Я думаю, что, наверное, есть смысл поменять. Давайте, наверное, так и сделаем. Тем более, он у меня тоже был хилом. Ха! Причем это 43-я, а это 41-я. Вот так, братишка, ты, наверное, будешь намного лучше и эффективнее. Что у нас у Матвея? У Матвея кинджалы. Так, ну, я думаю, что нет смысла менять на меч. Вот арбалет. Хотя нет, вряд ли, ребята. Наверное, я его так и оставлю с ножами. Потому что у меня нету более... А, нет, подождите. Что же я, ребята, говорю вам такое? Сейчас мы просмотрим все вот это вот оборудование наше. И, наверное, скорее всего, я поставлю вот эти вот кортики. Но, скорее всего, не зеленые, а синие. Потому что от них, я думаю, будет больше эффекта. По крайней мере, так написали разработчики. Вот именно их. И, тем более, смотрите, по атаке они намного круче. Да, есть смысл. Хоть они и на тридцать девятый уровень. Мне бы, конечно, желательно поменять бы ему броньку. Но у меня нет соответствующей. Крит пятьсот двадцать. Уху-ху, маг. А ты не припухли. И здоровье-то у тебя здесь. Почти четыре тысячи. Амулетик висит. Так дело не пойдет. Надо тебе менять это все. Раз уж амулеты, как амулеты, кольца, как кольца. Значит, тебе надо все ставить на магию. Этот еще тебе рано. Ты не доросла до этого костюмчика. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, можно было бы. И этот можно было бы. Так. И больше у меня нету. Ладно. Давайте глянем следующего. Что у тебя, родная? Подождите-ка. Пятьдесят третий уровень, да? И посох у нее на воскрешение стоит. Хотя воскрешение это довольно недурное. Судя по тому, что сколько прибавка идет к магии. А это удар по области. Ну, я думаю, что мы пока не будем это применять. Мы будем сейчас делать чисто хилов и ресерчиков. Этот мы, наверное, тоже пропустим. И того у меня сейчас в данный момент одето только двое. Ну что же, начинаем тогда с этой барочни, с моей красавы. На полтинник необычное оружие. И здесь необычное. А это у нас простецкое. Простые мы пока будем просто избегать. Они нам ни к чему. Ножи. Ну, тоже неплохие, но опять же они обычные. Кстати, вот этот посох довольно неплох, да? Но атака, конечно, желает быть лучше. Ну что, дорогие мои, мы, в принципе, вкратце с вами посмотрели всех моих бойцов. Я даже не знаю, что поменять. И стоит ли пока глобально сильно тут менять мою, так сказать, экипировку. Но это оружие мы явно не будем ставить. Давайте, знаете, что попробуем? По области, но намного сильнее. Вот такое, да? Это получается у нас примерно около пяти тысяч. Ну, четыре с половиной. Давайте наденем и посмотрим, как она будет себя в дальнейшем вести. Если что, естественно, поменяем все, как было раньше. А может быть, не поменяем. Как пойдет, увидим, в общем. Так, а этот нет. Этот слабее. Но мы его не будем ставить. Так, ну что, ребята, ладно. Давайте забираем здесь всю эту барахлишко. Крыса, опять ты тут надоедливая, а? Уже до мамны добралась. Так, золотишко это. И, наверное, я думаю, нам с вами пора отправиться на карту. И попробовать себя в бойне с орками. Как раз они у нас есть. Давайте рискнем своим здоровьем на них напасть. И посмотреть, что у нас из этого выйдет. Два бойца, один маг и лучник. Пока довольно неплохо мы стоим. Но, тем не менее, смотрите, как они лихо разбирают моего воина. Вот так вот, ребята. О чем я вам раньше-то и говорил, что... Точнее, не говорил, а хотел, чтобы они укрепили орков. Но они сделали теперь, как бы не было чересчур. Жарко нам всем. Отлично. Первая победа за мной, конечно же, не без потерь. Но это все не смертельно. Давайте отправлять лечиться их. Единственный, конечно, ну как единственный. Очень большой плюс, что лечатся они теперь быстро. Так, давайте-ка посмотрим, что мы можем все-таки с вами здесь сделать. Маленько надо как-то поменять. Так, ты у меня воскрешальщица, да? Ну так ты, наверное, и останешься ей. Потому что без реза нам делать нечего будет в дальнейшем вообще. Так, открываем. Ресурсы. Я думаю, что ребята здесь пофиксили выпадение шансов каких-то шмоток или оружия с сундучков. Ладно, дальше это все будет видно, но почему-то у меня вот такое предчувствие. А особенно касательно именно редких предметов. Или даже необычных. Ну давай, родной, давай, давай. Дохиливайся. Нам пора еще бить орков. Их там целая куча. Нам нужны сундуки. И мы, естественно, будем их бомбить сейчас по-черному. 74 тысячи хп. Блин, как все-таки вкусно пахнет с моей кухней жареной курочкой в духовке. Я не могу, ребята. У меня аж аппетит разгулялся. Но я все-таки досниму эту серию. А потом пойду трапезничать. Так. Лишь бы эти гады мне не испортили весь аппетит. Ну что же ты, давай ты падай уже. Да не ты падай, а орк. Ёлки-палки. Я не могу понять, почему эти ребята не резают моего воина. Как-то немножко они здесь тупят. И мне это не нравится. Раньше все дело как-то обстояло намного лучше. Только упало, они сразу его оживают и все. А здесь смотрите-ка. Как бы не так. Ну ладно. Что Матвею можно было бы поставить? Вот эту броньку, так она обычная. Если бы она была бы у меня синяя, как говорится, на рогу. Я бы обязательно ее поставил. Даже зеленую бы поставил. Но таковых у меня, как видите, нету. Ну а в обычке, я думаю, нету смысла. Я очень много потеряю по мощам. Хотя урон у меня будет просто колоссальный. Ладно, мы пока это оставим все как есть. Ну а в дальнейшем, может быть, в ближайших сериях мы с вами уже немножко поэкспериментируем. Так, ну что ж, давайте, наверное, мы с вами все-таки сделаем одну бронечку. Я надеюсь, что она все-таки будет у нас хорошенькая. Так. У меня только на редкие хватает. Давайте создавать. Сколько там у нас она по времени будет делаться? Ага, время создания у нас ровно сутки. Ясненько все. Отлично. Забираем все, что подкопилось здесь. Улыбочки, естественно. Ну что, мои ребятки там, по-моему, уже вылечились, да? Отлично. Давайте их возвращать в отряд и пойдем дальше с вами бить орков. Да, теперь уже оркофона, видимо, давно не будет. Потому что это просто невозможно и нереально сделать. Так, ладно. Как обычно, у нас ресурсики выпали. И у нас еще, ребята, 4 орка. 99 тысяч мощей. Блин, это уже серьезный враг. Лишь бы мои ребята не пасанули. Ух ты, 3 воина, да они сейчас моего расколбасят. Ё-моё, вы посмотрите, что творит, а? А знаете еще в чем проблема, ребята, здесь? Потому что у меня нет магии. А почему у меня нет магии? Потому что школа эта магическая, блин. Где мои заклинания творятся. Сейчас, в данный момент, на апоне стоит. Точнее, она усиливается. Это, в принципе, хорошо. Но сколько времени мне еще так бегать, я ума не приложу. И причем потом ее еще только можно будет поставить. О, прогрессик сделал. Это хорошо, это радует. Значит, у нас уже будут два сундучка. Так, отлично. Забираем его. У нас запчасти, кстати, да. Можно что-нибудь разобрать. И у нас еще будет один сундук. Ресурсы. Почему-то я даже не сомневаюсь, что в дальнейшем... О, нет, смотрите-ка. На алхимика все-таки выпало что-то. Так, а что мы можем с вами разбить? Какие тряпки, а? Какие нам не нужны? Ну, я думаю, что вот эти вот точно не нужны. Они уже устарели, тем более они обычные. Так. Необычная броня. Слушайте, надо, наверное, ее придержать. Они все-таки у нас зеленые. И от них, наверное, будет толк в дальнейшем. Так что пока я, наверное, примерю. А что, почему бы и нет? Я не спорю, что они слабые. Но по статам они все-таки очень даже хорошо стоят. Ладно, давайте мы все-таки попробуем. Магическую броню на 20% действует 10 секунд. У-у-у. Давайте как-нибудь другую лучше. Ну-ка. Магическая броня 349. Да, в силу магии мы теряем. Но магическую броню мы приобретаем. А у тебя, красавчик, что просто на силу магии стоит? Как-то не айс, если честно. Может быть, эту попробовать ему надеть. Магическая броня. Тубич должен, по идее, стоять хорошо против магов. Но против лучников и воинов это будет, конечно, вообще жесть. Будут падать как трава во время сенокоса. Ладно. Как говорится, экспериментальный будет у нас опыт. Ну, а что же делать? Это у нас ненужное барахло. Поэтому можно разбирать смело. Они, во-первых, обычные. А от них толку, я думаю, нет. Главное, чтобы я это сделал не зря. Потом, еще не забывайте, у нас будет открыта торговля. Я не знаю, правда, в чем она будет заключаться, ребята. Ну, я думаю, что это насчет ресурсов. Мы можем торговать ресурсами. Может быть, даже шмотками, оружием. Что-то как-то мне вот так кажется. Ну, им виднее, они сделают. А мы уж с вами потом заценим этот, как сказать, новшество, которое будет называться рынок. О, отлично. Фиол на лукаря. Ну, жаль, что обычное, конечно же. Так, забираем, забираем. Ага. Практически, ребята, сутки у меня будет эта школа магии учиться. Учиться. Делаться. Но, когда она сделается, я повеселюсь. Так, какого лешего ты мне пишешь, что опять локация пройдена? Я не понимаю. 61 тысяча мощей. Эти ребята у нас, по идее, должны быть со сумками. Тем более, их тут трое. Давайте, безумка, их расколбасим. Я надеюсь, что мои маги не подведут меня и будут делать все, как надо. По крайней мере, мощь у них чувствуется. Так, отлично. Но, в плане хп, естественно, они ватные. То бишь, два арбалетчика, если стрельнут в одного мага, он сразу же упадет. Так, отлично. Ресурсы. И 10 тысяч монет падает. Угу. Луки. Арбалеты. Блин, вот хотелось бы, конечно, хотелось бы поменять. Но, опять же, все это у нас простое. По области бьет. Зеленочка моя. И тут восстанавливают союзнику хп. То бишь, для хиллера посох. Ну, они у меня вроде бы и так все хороши, да? Ну-ка, давайте-ка попробуем поменять вот ее на обычный посох. Например, вот на зеленочку. Опять же, по атаке мы проигрываем, но не на много. Смотрите-ка, практически идентичный. Что 45-й, что 53-й уровень. Очень даже как-то это странно и подозрительно. Хе-хе. В чем же, в чем же тогда суть? Ну что же, ребята, у нас остались два орка, которых мы сейчас добьем. И уже приступим непосредственно к ПВП нападать на замки. Смотреть, как у нас будут вести персонажи между собой. Да, да, слабенький ты, конечно, у меня браток. Упал сразу. Кстати, я фиолетовой брони ни разу не видел. Да не, ну брось ты, елки-палки. Да хорош. Боже, вот тебе, да, ребята, вот это новости. Расклепали меня орки. А этого, кстати, очень и очень давно не было. Я уже и не помню, когда я в последний раз спал от руки орочей. Печалька, конечно. Погоди, погоди, погоди. Ты куда бежишь-то у меня, а, роднуля? Иди, возвращайся, давай, назад. Я, видимо, нечаянно... Да какого лешего? Давай, возвращайся, блин. Все вроде бы, да? Да, отлично. Все встали по своим местам. Побежала она, радостная у меня, а. Как бы не так. Давай-ка, Светланочка, иди, хилься. Матвеюшка, тоже хилься. Ивар тоже, давай, родной. И ты. Все, эту придется, наверное, пока придержать, потому что... Да куда, 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 куда? Опять ты побежала-то, елки-палки, а. Вот бегун. Давай, возвращайся сюда. А ты возвращайся обратно. Конечно же, их четверо может быть там. Какого лешего я туда хотел сучарить пятого? Мани приложу. Так, ладно. Что у нас здесь? Ну, эти пока хилятся. Причем маги довольно быстро отхиливаются. Вообще моментально. Вот-вот. Да какого лешего? Иди ты возвратись. Возвратись обратно, блин. Пришла она ко мне сюда. Так, деньги собрали. Денег у меня почти полуляма, но это, ребята, очень и очень мало, я вам скажу. И копить нам очень и очень долго придется. Так, все, ребята мои отхилились. Пора их возвращать. Ну, а мага своего, естественно, отправлять на отхил. Как ни крути. Давай, Рануля, иди сюда. Автоматом сейчас кто-нибудь готовый уже выбежит. Отлично. Подождем еще капельку и отправимся с вами в бой. Ну, давайте, давайте, отхиливайтесь. Да, довольно быстро лечится и это хорошо. Хоть с этим они сделали большой плюс. Теперь, как говорится, госпиталь, он действительно как госпиталь, лечит, а не долечивает. Так, ну что же, наверное, нам с вами, я не знаю, мы переодевать будем, ребята, или нет? Как вы думаете? Я думаю, что пока не стоит, пока мы не проверим себя на орках еще разок. Блин, ребята, запах курицы меня просто сводит с ума. У меня же слюна текет, извините, до пола. Я хочу кушать. Ладно, давайте возвращать этих ребят обратно и пойдем с вами на карту. Отлично. И что же, давайте мстить, мстить этим безжалостным оркам, которых мы в свое время колбасили и которые сейчас нам просто мстят. Все собрал я, что можно. В принципе, все везде пусто, чисто и отлично. Так, орки, мы тогда не будем на этих нападать, а вот на этих, естественно, пойдем 62 тысячи мощей, разберем, я надеюсь, в пух и прах. Так, отлично. Все пока у нас идет хорошо. Я вот единственное думаю, что может быть все-таки поставить мне 2 хила, 2 ареса. Или мне пока так нормально, черт его знает, как здесь лучше надо привыкнуть к этой новой системе боя, а потом уже как-то разбираться. Тут без анализа нам не обойтись, ребята. В общем, одним словом, так скажем. Вначале будем с вами тестить все потихоньку, полегоньку. Ну, а потом я буду надеяться, что мы все-таки разберемся и сделаем правильные выводы. И уже будем оттуда его плясать. Эх, хорош посох, 66 уровень, конечно, но мне до него, как до Китая, раком взявите меня. Так, ладно, эти у меня отличатся все. Так, что у тебя здесь? Восстанавливаться юзнику, да? И здесь восстанавливаться юзнику. Ага. Но этот посох будет поэффективнее, по идее. На соточку, но тем не менее. Наносит врагу, да? Значит, урон. Восстанавливаться юзнику. Ну что же, давайте попробуем. 5 тысяч, да? По идее, получается, будет восстанавливать здоровье в течение 4 секунд. Фиг его знает. Так, все, ребята мои, отхилились. Я не знаю, будем мы этих орков еще раз пробовать валить или нет, а? Как вы думаете? Блин, 54 уровень, а он у меня 52-го. Слабак. Ну и смысла, в принципе, по большому счету нету менять. Преимущество здесь только в одном, что сила магии, конечно, в разы лучше. Но без каких-либо второстепенных статов. А вот это вот уже черт его знает. Смотрите. Сила магии, считай, в 2 раза больше. Но у того преимущество. Тогда мы ничего, естественно, делать не будем. Так, все здесь дозабирали. Будем этих орков все распробовать или нет, ребята? Хе-хе-хе-хе. Вроде бы я прорвался, ребята, прорвался. Так, 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 тихо, не падай. Все, ребята, победа, наверное, за нами. Не, наверное, за нами. Все-таки забрал на них последний сундук и должен получить еще синий. Если меня мудрец не обманет. А он меня обманул, гадюныш. И не дал его почему-то. Хотя я все вторжения вроде бы как отбил. Непонятно, почему такое. Все же вторжения. А, нет, ребята, вру, 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 вру. Ну, вторжение еще одно все-таки на карте появилось. За это время, пока мы тут с вами дрались. Так, возвращаем. Яблочки. 208 яблок у нас. 208 тысяч, естественно, яблок. Давайте этих забомбим. И, надеюсь, после этой партии мы все-таки получим наш синий сундук. С которого я хочу получить какую-нибудь плюшку. Причем полезную. Смотрите, какой я крепкий воин. В него строчат все мои маги. Плюс мой воин его бомбит. И он стоит. Да, до сих пор не перестаю этому удивляться. Как они все-таки здесь их усилили. Отлично. Все. Ну, теперь ты, мудрец, что скажешь? Ну, вот и другой же разговор. А то начинает мне тут. Давайте вскрывать. Ресурсы. Ну, а с этого что? Мне очень это интересно знать. Да ну нафиг. Да хорош это, блин. Ну, почему на алхимика-то, а? Вот я о чем и говорил, ребята. На алхимика, на всяких там, извините, дровосеков им не жалко ничего. А для воинов, как всегда, хрен. 62 тысячи, да? Значит, у Люкана. Махем 42. Это очень мало. О, 91 тысяча. 59. Давайте просто сейчас глянем. Смотрите, мы практически с ним одинаковые по мощам. Но он стоит в фиоле. Причем в обычном. Так, колечко идет на крит у него. Здесь тоже обычное оружие. Ну что же, я не знаю. Наверное, можно было бы попробовать. И причем, сейчас только у меня там отхилится моя магичка. Где она? Вот, она уже все здоровенькая. Давайте ее вернем в отрядик. Ману забрали. Ну и попробуем, естественно, напасть. Сейчас у нас преимущество небольшое. Буквально в 20 тысяч. Да ну, хорош. Ёлки-палки. Неужели сейчас после обновы все начали играть? И в игре полным-полно реальных игроков. И на них нельзя напасть. Ну что же, давайте тогда, наверное, попробуем, я не знаю, на этого. Единственное, что меня смущает в нем, это арбалетчик. Если судить по оркам, то там арбалетчики жарят просто. Сейчас мы глянем, что у нас выйдет в этой ситуации. Так, ну пока мы идем на равных, как вы видите. Но не забывайте, что он в замке. У него здесь и лучший, который сверху меня станет. И вот это вот жерло огненное. Но, тем не менее, ребята, я выруливаю. Выруливаю ситуацию и победа за нами. Отлично. Все-таки, вроде бы я неплохо надел своих воинов. 60 тысяч золотых я у него забираю. Естественно, придется сразу их лечиться, отправлять. И я, как видите, сделал еще один прогресс. Значит, еще один сундук у нас будет в копилочке. Отличненько. И что у нас с него выпадет? Так, бронька фиол, но, опять же, повторюсь, обычная. Которая, в принципе, сейчас ничего не представляет ценного из себя. Это раньше можно было, да. Теперь соперника нелегко будет находить. Все будут в игре из-за чата. Вот, кстати, ты прав, Рошад. Я только что об этом и говорил. Сделай один танк и разными оружиями нападай. Макоша. Кланы еще не работают. Да, кланы еще не работают. Я пробовал, ребята, поменять. Ничего у меня не получилось в плане раскладки. Хрен его знает, что, как надо сделать. Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Как вот здесь вот поменять ее? Ума не приложу. Хотелось бы что-нибудь там написать в чате, но не могу. Так, ладно. Давайте тогда с вами продолжать играть. Что тут у нас? Улыбочки. Все как полагается. Монетки, опять улыбочки и яблочки, да. Больше пока ничего у нас не накопилось. Ладушки. Давайте возвращать своих бойцов, наверное, обратно. И пойдем кого-нибудь еще попробуем накумарить. Получится, надеюсь. Так, возвращайтесь. Хорош, что свистунка давить. Давай, иди в отряд. Пора показать, что мы из себя представляем. А представляем мы из себя ровно. Все там ничего. Простые бегущие. О, 153 тысячи. Ну-ка. Два фиолетовых воина, да? Ну, как я смотрю, они в обычных, в обычных броньках. Один только маг у них в зеленке. Ну, давайте попробуем, ребята. Что у нас из этого получится? Бой, конечно, будет, думаю, хороший. Понеслась. Ёлки-палки. Мой воин проигрывает. Причем я даже знаю из-за чего. Из-за того огненного жерла. Так, мы оба упали. Оба же встали. И моих магов уже разбирают. Потому что, когда мой воин упал, они переключились на них. И бьют до последнего. Ядрить тебя на корень, а. Все. Они встанем. Глючат. Ничего не справляются со своими обязанностями. И в результате падают. А осталось-то всего ничего, ребята. Два лишь мага. Так, печалька, конечно, вышла. Но. Я, знаете, честно говоря, не в обиде. Нисколечко все очень даже хорошо. Что хорошо получается. Победил, так победил. Я, значит, где-то сделал свое упущение. Но фиолетовый шмот. Одевать обратно всех я, честно говоря, не особо хочу. Потому что я до сих пор верю, что нету в этом смысла. И как у нас действительно написали, что. Теперь посохи и броники, точнее посохи и броники и аксессуары имеют действительно уже свое предназначение. Что маги должны быть в магической броне. Роги должны быть в своей броне. Войны в своей. Только от этого будет плясать, как говорится, залог успеха. Ну что ж, давай возвращайся. Мы еще, ребятушки, наверное, с вами на кого-нибудь попробуем напасть. Ну и, конечно же, сравнить результаты боя. Так, давай, магичка, быстрее отлечивайся. У нас времени в обрез. Так, надо будет мне еще, наверное, ребята, рейд. Я, кстати, вот насчет рейда не знаю. Влияет ли он? Остались те же самые функции у него или нет? Что сбросить, как говорится, рейд. И будут у тебя персонажи окружать ниже тебя уровнем. Хотя здесь особой роли это уже не играет. Ну что же, давайте, наверное, его разберем. Попробуем разобрать. Я так хотел сказать. Семьдесят тысяч. Да, хорош. Ну, это уже, ребята, издевательство. Неужели действительно все стали играть? Все в игре и... Никого теперь нету. Ух ты! А здесь... Да... Конечно, обрадовался. Видимо, да. Действительно, что с появлением чата, ребята, здесь все станет намного жестче. Теперь будут ребята не просто играть, а общаться часами там. Рассусуливав все свои дела. Ну что же, давайте попробуем. Я, правда, не уверен. Здесь все фиолы. Черт подери. Смотрите, как они его резко и быстро отхиливают. Мои почему-то на это не способны. Ну, давай, давай, давай. Отлично. Пробились. Ну, бьем, 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 бьем. Да хорош. Да упади ты, маг. Ух ты, ничего себе. Ха-ха. Как это так? Всех, всех наповал, ребята. Вот это было шикарно. Мне понравилось. Сто штук я получил. И я считаю, что этот бой был великолепен. Новое достижение. Угу. Выпуньте 250 ежедневных заданий, ребята. И синий сундук. Хм, вот это хорошо. Так, давайте-ка мы их поставим лечиться. Идите, родные мои, полечитесь. Вот, в принципе, кстати, вот этот бой сейчас, который до этого был. Секундочку. Что у нас здесь выпадет? Ага, на казначее. Вот этот бой, который сейчас у нас был, ребята, это, считай, показательный. Смотрите, там были одни фиолы. Я был в обычных тряпках. Ну да, конечно, редких там и необычных. И я порвал его. Порвал. Причем он был в замке. Так что, ребята, действительно, от обычного фиола здесь никакого толка нету. Наматайте это себе на ус. Так, ну что же. Я даже не знаю, что нам теперь еще делать. Может быть, еще, конечно, сделать какое-нибудь одно нападение. Как говорится, закрепить нашу аналитику и утвердиться в том, что мы действительно правы. Так. Нет, ну это слабенький какой-то. Вот, 154 тысячи золотых. 188. И все, опять же, фиолы, ребят. А, мы же, по-моему, на него уже нападали как-то, да? Да, это вроде бы тот же, с которого мы проиграли. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. Но здесь, как вам сказать, ребята, здесь преобладает все-таки замок. Очень сильно влияет вот этот вот огненный ров, который просто мешает мне. Он там, по-моему, наносит урон или броню снимает. Я уже точно не помню его предназначение. Но именно из-за него мы и проигрываем. Плюс этот свистун на балконе там стоит, из-под пешка там пуляется по нам. Ладно, проиграли. Так проиграли, ничего сложного. Мне даже это с одной стороны выгодно. Да, яблок у нас с каждым разом все меньше и меньше. У меня 112 тысяч осталось их всего. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так, она у меня воскрешает союзников, да? Это, значит, рез. А у меня, по-моему, их два. По области бьет этот посох. Он нам пока не нужен. Ну, давай ты, блин. Так, по области тоже. А этот наносит врагу. И получается, что около пяти тысяч урона. Здесь тоже по области. Очень много посохов, которые бьют по области. Вот, восстанавливают союзнику. ХП-шки. А здесь сколько? Ну, даже не знаю. Эпическое оружие я менять не буду, потому что оно, в принципе, обалденное должно быть. По крайней мере, лучше, чем редкое. А редкое, как вы видели, даже очень неплохо. Черный посох, черный посох. Ты меня радуешь и в то же время нервируешь. Слушайте, давайте, может быть, попробуем вот этот надеть, а, ребят? Как говорится, просто будем пробовать. Пробовать все, как оно все у нас покажет. Нам, в конце концов, нужно собрать с вами компашку, которая могла, по крайней мере, бы стоять и держаться. То бишь, если у меня упал моего, они, естественно, не должны его отхилить, поднять. Это, то бишь, воскрешить его, отхилить по полной программе. Ну, и еще при этом не забывая про себя, чтобы у них была и атака, и защита. И тот же самый отхил. Да, ну, я даже не знаю. Давайте пока, наверное, так оставим, все как есть. Привидение опять тут прибежало. Ну, что же, все, вроде бы они у меня все отхилились. Давайте возвращать и еще разочек на кого-нибудь с вами сходим. Если, ребята, вы знаете какие-нибудь плюшки, секреты, пишите. Я буду прислушиваться, естественно, делать все, как вы просите. То бишь, что-то там попробовать, поэкспериментировать. И, естественно, мы это все будем делать. Пишите, не стесняйтесь. Ну что, все, моя команда в сборе. Давайте кого-нибудь выберем с вами. Так, вот этот у нас, по-моему, был. И я думаю, что мы на него нападать не будем. Прошлый опыт показал, что мы еще к этому не готовы. Так, ладно, давайте возвращаемся с вами в замок. И посмотрим еще разок наших бойцов. Так что, ну, в принципе, все отлично, все хорошо. Жаль, конечно, что на него нет у меня броньки. Хотя бы даже необычной. Ну, вот это вот, как вам сказать, легкая туника. Можно ее, в принципе, так было бы назвать. Так, что у нас тут по броне? Броня, в принципе, неплоха. Ну, у этой дамы тоже неплоха. Да какие, блин, иные миры? Мне это не нужно вообще. Дайте-ка мне посмотреть броньки. Так, 9600. Слушайте, ребят, давайте, наверное, мы ее поставим. Сила магии все-таки на 2000 больше. Так ведь получается. Ну да. Так, и, наверное, мы на этом прекратим экспериментировать. Давайте следующего глянем. Так, что тут у нас, Светлана? Я даже не знаю. А у Ивра... Блин, смотрите, вот хороша броня, в принципе, да? Но я, наверное, все равно не буду ее менять. Только лишь из-за того, что у него есть дополнительный стат на той броньке. Ну, а это вообще... Какой-то отсталый... Искусственный маг. Не подходит нам. Ну что, в принципе, больше нам нечего одевать. Давайте попробуем напасть. Это, как говорится, будет наш последний бой. И почему-то я уже предвкушаю, что мы опять проиграем здесь. Да как быстро моего воина разбирает, а? Я не понимаю, почему, блин. Где хилы? Почему так хреново работаете? Все, опять разобрали. Вы посмотрите, причем как быстро и жестко. Ну, бейте вы, елки-палки. Нет, все-таки... Это катапульта, их сбивает с толку. Они встают в стан. Хотя и ненадолго там, на доле секунды. Ну, этих долей секунды достаточно для того, чтобы просто они упали у меня все штабелями. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем удачи и пока. До новых встреч.